Здравствуйте, уважаемые любители футбола! В ноябре последние матчи в группах Лиа Наций, и мы точно узнаем, кто же выйдет и кто повысится, а кто потеряет все шансы на плей-офф. Это видео посвящено расписанию последних игр, но кроме этого мы будем еще основываясь на коэффициентах одной европейской конторы, попробуем предположить турнирный расклад. Итак, дивизион A группа 1. 16 ноября Нидерланды играют с Францией. В таблице у Франции 7, у Нидерландов 3 и у Германии 1 очко. Итак, коэффициенты на эту игру такие. 2,8 на Нидерланды и 2,4 на Францию. В первом матче победили французы 2,1, но эти коэффициенты не показывают явного фаворита этой игры. Предположу, что может быть ничья, и тогда в группе у Франции станет 8 очков, у Нидерландов 4 и у Германии 1. Но пока Германия, чтобы иметь игровую практику, проведет 15 ноября товарищескую игру с Россией. А 19 ноября сыграет Германия в этой же группе с Нидерландами, и напомню, что Германия досрочно лишилась всех шансов на первое место. В группе 2 Бельгия и Исландия играют 15 ноября. На данный момент перед этой игрой у бельгийцев и швейцарцев по 6 очков, у Исландии 0. Сборная Исландии уже никак не поднимется выше третьего места. И следующий турнир начнет в дивизионе Бифф. Итак, коэффициенты на игру. Бельгия 1,2, Исландия 13. То есть победу Исландии вообще не верят. И эти цифры показывают, что может быть разгром в этом матче. Если согласно этим коэффициентам Бельгия побеждает, набирает в группе 9, у Швейцарии 6, у Исландии 0. И через 3 дня, 18-го, все решится в этой группе. Играют Швейцария и Бельгия. На момент записи этого видео коэффициент на игру пока неизвестен. Но вы можете посмотреть предыдущий выпуск, в котором мы рассуждали, что нужно сборным для выхода. В следующей группе также есть команда, которая выше третьего места уже не поднимется. Это Польша. И она понижается в дивизион Бифф. У нее 1 очко. У Португалии 6, у Италии 4. 17 ноября Италия-Португалия. Интереснейший должен быть матч. Но Роналду опять не сыграет. Коэффициенты. 2,2 на Италию и похуже 3,25 на Португалию. То есть отдают небольшое преимущество хозяевам поля. Но не исключена и ничья. Предположим, после ничьи у Португалии будет 7, у Италии 5, у Польши 1. И португальцы выходят из группы досрочно с первого места. И в последней игре, во вторник, 20 ноября, Португалия сыграет с Польшей. Возможно, что эта игра уже ничего не будет решать в турнирном плане. Последняя группа этого дивизиона здесь играют Испания. 6 очков. Англия 4 очка. И Хорватия 1 очко. И финалисты чемпионата мира близки к понижению. Итак, 15 ноября в четверг. Хорватия-Испания. Небольшое преимущество на испанцев. Напомню, что в первой игре они победили крупно 6-0. Но коэффициенты в этом матче близки к ничьи. И тогда у Испании будет 7, у Англии будет отставание в 3 очка. И тут нужно смотреть по тупо показателям. Напомню, что Испания выиграла в Лондоне у Англии, а Англия выиграла у Испании в Севилии. И у Хорватии будет 2. Если все-таки победят испанцы, у них станет 9 очков. У Англии 4, у Хорватии 1. И 18 ноября в тот же день, что и группа B, сыграет и Англия с Хорватией. Переходим к дивизиону B. 16 ноября Словакия сыграет с Украиной в первой группе. Коэффициенты 2.45 на хозяев и ровно 3 на гостей. Почему так? Возможно, Украине в этой группе уже ничего не нужно, и она на первом месте. Повышается и выходит в плей-офф. В таблице у них 9, у Чехии 3, у Словакии 0. Коэффициенты похожи на ничью. Тогда у Украины после этого матча станет 10, у Чехии 3, у Словакии 1. В первой игре, напомню, Украина выиграла 1-0. Через 3 дня Чехия сыграет со Словакией. Игра важная, ведь кто займет 3-е место, понижается. Группа 2. У России 7, у Турции 3, у Швеции 1. В субботу, 17 ноября, Турция сыграет со Швецией. Коэффициент на турок получше 2-3, на шведов 3-2. Но может быть и ничья. Почитаем и так, и так. Если ничья, у России 7, у Турции 4, у Швеции 2. И Россия выходит с первого места. Если в матче Турция побеждает, то Россия 7 очков, у самой Турции 6, у Швеции 1. И как бы не завершилась последняя игра, Россия будет 1-й, Турция 2-й, Швеция 3-й. Но чтобы Швеции сохранить шансы на плей-офф, нужно только побеждать на выезде в Турцию. 20 ноября Швеция-Россия. В конце я для вас сделаю еще полное расписание по дням. Следующая группа. Тут Австрия сразится с Боснией. Северная Ирландия имеет 0 очков в таблице, и команда уже точно не повысится в дивизион A. Австрия 2-я 3 очка, у Боснии 9. На Австрию коэффициент в 2 раза лучше 1-96, на Боснию 3-8. Первый матч выиграли босницы 1-0. В случае победы Австрия наберет 6 очков, у Боснии так и останется 9. Но у австрийцев еще игра в запасе. Через 3 дня они сыграют с Северной Ирландией на выезде. И последняя группа дивизиона под номером 4. У Эльса 6, у Дании на 2 меньше, и у Ирландии 1 очко. Ирландцы уже первое место точно не смогут занять. Итак, 16 ноября у Эльс Дания. 2-55 на Валийцев, 2-95 на Датчан. Похоже на ничью. Тогда будет у Эльса 7, у Дании 5, и у Ирландии останется 1 очко. Если у Эльса выиграет, ему нужно выиграть, тогда он выходит в плей-офф и повысится. Иначе, если у Эльса не выиграет, то 19-го числа Дания обыграет Ирландию и займет первое место в группе. Дивизион Си, в первой группе 3 команды. Израиль набрал 6 очков, Шотландия с Албанией по 3. В ближайшем матче тут Албания-Шотландия. 2-75 на Албанцев и 2-6 на Шотландцев. Это ничья. Быть может кто-то из вас увидит тут победу Шотландии, но это сугубо мои предположения. И тогда у Израиля будет 6 в таблице, а Шотландия и Албания наберут по 4 очка. И Албания понизится. Но если Албания одолеет все-таки Шотландию, Израиль выйдет с первого места, даже при том, что они играют в следующую игру в Шотландии 20 ноября. Другая группа. У Финляндии 12 очков, у Греции 6. У Венгрии 4 очка, у Эстонии 1. Итак, 15 ноября. Венгрия, Эстония. Тут явную победу отдают Венграм с коэффициентом 1,4. На эстонцев 7,5. В другой игре считается, что Греция способна выиграть у лидера группы Финляндии 1,8 и 5 соответственно. Тогда в группе будет так. У Финляндии 12 очков. Греция сокращает отставание до 3 очков. И победа греков – это единственный вариант, который сохраняет им шансы на первую строчку и не выпускает пока финнов. У Венгрии в таблице станет 7 и Эстония понизится в дивизион ДИП. В последнем туре 18 ноября Венгрия сыграет с Финляндией и Греция с Эстонией. Третья группа. У Норвегии и Болгарии по 9 очков, у Кипра 4 очка, у Словении 1. Она уже знает, что не повысится, поэтому будет просто бороться за место в этом дивизионе. Как вы знаете, в разных дивизионах платят по-разному и намеренно понижаться смысла нет. Там платят меньше, про это я уже ранее рассказывал. Итак, 16 ноября предпоследний тур в группе Кипр и Болгария возможно сыграть в ничью. У них почти равные коэффициенты 2.85 и 2.6. У Словении и Норвегии во втором туре также близкий коэффициент 3 и 2.55. Предположим, что это 2 ничьи. У Норвегии и Болгарии станет тогда по 10 пунктов. Ах, как жаль, что выходит не 2 команды. Обе сборные обыграли ранее друг друга по 1-0. Ах, как жаль, что действительно входят не 2 команды. Но зато в таком случае 2 отсеиваются. У Кипра станет 5, у Словении 2. И 19 ноября Болгария, Словения и Кипр, Норвегия. Группа 4. У Сербии 8 очков, у Черногории 7, у Румынии 6, у Литвы 0. 17 ноября Сербия, Черногория. Тут коэффициенты явно в пользу сербов 1.4 и 8 на черногорцев. Напомню, что в первой игре Сербия их обыграла 2-0 на выезде. И Румыния должна выиграть у Литвы 1.25 и 13.5. Тогда в таблице такой расклад. У Сербии 11. На второе место выйдет Румыния 9 очков, у Черногории будет 7, у Литвы 0. И она понижается. Как видим, пока еще никто не выйдет из группы. И тогда следующий тур будет решающим. Сербия сойдется с Литвой и Черногория с Румынией 20 ноября. Дивизион D. Если вы думаете, что ничем не удивитесь, я вам скажу про веселые коэффициенты. Ведь тут играет Андора, Гибралтар и компания. Итак, в первой группе у Грузии 12 очков. И она досрочно вышла уже в плей-офф. У Казахстана 5, у Латвии и Андорры по 2 очка. 15 ноября Казахстан, Латвия. И тут, я думаю, не будет возражений. Победа Казахстана коэффициент на 162 и 6 на Латвию. И Грузия должна обыграть Андорру 10,5 и 1,33 соответственно. И тогда у Грузии будет в таблице 15 очков, у Казахстана станет 8, у Латвии и Андорры по 2. Но в этой группе и так уже все ясно, а последняя команда понизиться не сможет. 19 ноября Андорра примет Латвию и Грузия, Казахстан. В первой игре на выезде выиграли грузины 2,0. 15 ноября сыграет игру по 2. Тут еще не все ясно. У Люксембурга 9, у Беларуси 8, у Молдовы 5 и у Сан-Марина 0. В следующей игре на Сан-Марина коэффициент 19, на Молдову 1,17. Молдова должна выиграть. И на игре Люксембург-Беларусь дает абсолютно одинаковый коэффициент 2,65. Наверное, будет ничья. И так, в таблице с Люксембургом, у Молдовы также есть шансы на первое место и Беларусь на выезде сыграет Сан-Марина. 18 ноября. Какие будут коэффициенты пока неизвестно, но Беларусь в первой игре победила 5,0. Следующая группа запутанная и не факт, что после этого тура мы узнаем сборную, которая повысилась. Итак, тут у Косово 8 очков. У Азербайджана 6, у Фарер 4 и даже у Мальты 2. 17 ноября Азербайджан-Фарер и тут видится победа Азербайджана. На них коэффициент 1,6. На острова 5,5. На Мальту и Косово почти такие же коэффициенты 5,75 и 1,6 в пользу Косово. Если победят и Азербайджан и Косово, в таблице будет так. У Косово 11, у Азербайджана 9, у Фарер 4 и у Мальты 2. И тогда в следующем и последнем туре Косово примет Азербайджан 20 ноября. Ключевая игра всей группы. В первой игре было 0,0. Ну и сыграют между собой аутсайдеры Мальта и Фареры. И последняя группа перед общим расписанием Гибралтар, Армения 13 и 1,22 в пользу армян. Это коэффициент, а не счет. И на Македонию дают 1,2 и 12 на Лихтенштейн. Если Македония и Армения побеждают, набирают в группе 12 и 9 очков соответственно. Вышла ли Македония, нужно смотреть по доп. показателям. Эти команды сыграли ранее так. 2,0 побеждают Македония и 4,0 Армения. У Гибралтара будет 6, у Лихтенштейна 3. 19 ноября последние матчи Македония-Гибралтар и Лихтенштейн-Армения. Прошу не считать эту информацию 100% проходной. Это не прогноз. Еще раз, это не прогноз. А теперь обещанное полное расписание по дням, чтобы вы не путались. Итак, 15 ноября в четверг кроме матча ваших любимых спорных можно выделить игру Хорватии и Испании. 16 ноября Нидерланды-Франция. На следующий день топовая игра Италия-Португалия. 18 ноября это воскресенье сразу две интересные игры Англия-Хорватия и Швейцария-Бельгия. Благо, что они играют в разное время. 19 ноября Германия-Нидерланды и в последний игровой день 20-го во вторник Португалия-Польша. Но эта игра, по-моему, уступает Швеции и России. Не стоит благодарности. Ну ладно, поставьте лайк. Друзья, у нас на канале много интересного и расклады перед следующим туром в Лиге Чемпионов и Лиге Европы. Сколько платят в каждом дивизионе Лиги Наций? Кому интересно, в описании под видео ставлю ссылки. Услышимся. До скорого.